Привет всем, с вами профессор Гуглов. Китайские ученые доказали, что эмбрионы способны развиваться в космосе. Они отправили спутник с мышиными эмбрионами на борту и изучили, что происходит с их развитием в условиях микрогравитации. Результаты показали, что механизмы размножения млекопитающих работают даже в космосе. Возвращаемый зонд C-Gen-10 был запущен 6 апреля. На его борту находилось 6000 эмбрионов мыши на ранних стадиях развития. Каждая из оплодотворенных мышиных яйцеклеток была помещена в индивидуальный контейнер. Для эксперимента были отобраны 600 эмбрионов. Каждые 4 часа в течение 4 дней камера в высоком разрешении делала снимки по мере роста эмбрионов, после чего фотографии отправлялись на Землю. Как рассказал канал OCCTV сотрудник Китайской академии наук Дуанин Куи, через 72 часа после запуска спутника клетки перешли в стадию бластоцисты. Развитие этой стадии проходит на Земле за такой же срок. Это первый случай успешного развития зародыша в условиях космоса. Как только зонд вернется на Землю, ученые изучат эмбрионы и сравнят их с эмбрионами, которые никогда не выходили за орбиту планеты. Попытки вырастить оплодотворенные клетки в космосе предпринимались и раньше. Как пишет Naked Science, в 1996 году в результате эксперимента погибли все 49 зародышей. В 2011 еще одну неудачную попытку предприняла НАСА. Считалось, что эмбрионы не могут развиваться за пределами Земли из-за радиации. В 2006 году Китай отправил спутник с зародышами на борту, но клетки так и не начали делиться. Эксперимент открывает перспективы для дальнейших исследований, которые, возможно, позволят людям производить потомство в космосе. За пределами Земли человеческий организм подвергается настоящим испытаниям. Развивается остеопороз, кости теряют прочность, меняется сердечно-сосудистая деятельность и мышечная масса. Тот факт, что зарождение жизни в условиях микрогравитации возможно, уже имеет большое значение. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся!